Всем доброе утро! Я всех приветствую на нашем вебинаре. Меня зовут Сергей Кулешов. И давайте с вами проведем некий саундчек, так сказать, разберемся и убедимся, в смысле мне надо убедиться, что у вас все хорошо с трансляцией. Я смотрю, что потихонечку подходят посетители, но судя по тому, что я начал прям точно вовремя, как обычно некоторые люди немножко опаздывают, значит, еще не все собрались. Итак, для того, чтобы проверить, и, собственно говоря, чтобы я убедился, что все в порядке, мне не нужно предпринимать каких-то действий, давайте с вами наладим обратную связь. У вас в интерфейсе программы, которая, к сожалению, только на английском языке, но зато она самая надежная с точки зрения вебинаров. У вас есть закладочка, которая называется Questions, то есть вопросы. Она вам доступна, и вы можете в нее мне что-нибудь написать. Там есть такое поле, написано Type your question here, то есть вы можете туда что-нибудь мне написать. Я предлагаю написать туда мне плюсик, ну или просто доброе утро, все что угодно. Это будет означать, что с трансляцией у нас все в порядке. Вы меня видите, слышите, собственно говоря, сейчас уже у вас перед глазами должен быть такой красный слайд с названием нашего текущего сегодняшнего вебинара. Да, я вижу, что... Спасибо большое, что приходят от вас сообщения. Это здорово. Это означает, что у нас все в порядке. И сразу еще два момента хочу обозначить. Первый – это то, что видеозапись всего нашего вебинара, безусловно, будет. Она уже включена и уже ведется. Это означает, что буквально в течение одного-двух дней мы выложим ее на нашем канале в YouTube. И, соответственно, ссылка на видео будет размещена на нашем сайте 1SBitrix, прямо в том разделе с мероприятиями, где вы регистрировались на этот вебинар. И что еще? Да, по поводу вопросов вы уже поняли, что вы можете задавать мне вопросы в процессе, собственно, наших сегодняшних докладов. Смело в закладочке «Questions» будем периодически к ней возвращаться, чтобы поотвечать в прямом эфире на эти вопросики. Так, с чего мы сегодня начнем? Прежде всего, мне нужно вам про программу вебинара рассказать. Для этого я прям при вас открою, собственно говоря, нашу программу, которая у нас на сайте, и давайте по ней немножко пройдемся. С чего мы начнем? Начнем с моего доклада. Я надеюсь, что я уложусь в час, а то даже и чуточку поменьше. Это про… Буду говорить по платформе 1S Bittrex, собственно, с живой демонстрацией некоторых возможностей. Поговорим про композитный сайт, про то, как он помогает ускорить отображение сайта. Это будет со стороны клиентской производительности. То есть мы посмотрим, какие показатели показывает сайт, как и режим композита, и нашу новую технологию автокомпозит. Все это пощупаем, посмотрим, обсудим настройки. Потом поговорим чуть-чуть вообще в целом про производительность платформы, про то, как за ней следить, как настраивать, как убеждаться, что со скоростью вашего сайта все в порядке, поскольку скорость, на мой взгляд, это очень важный показатель для сайта, который сильно влияет на конверсию в том числе и вообще на успешность проекта. Поговорим немножко о виртуальной машине, что это такое, с чем ее едят и как ее использовать. Кстати, я вот для демонстрации буду использовать именно виртуальную машину, поэтому будет даже удобней. Ну и немножко про веб-кластер. Это у нас технологии, доступные для больших проектов, когда необходимо обеспечивать отказоустойчивость и работу с большими нагрузками. Ну и во второй части нашего вебинара, начиная с 12 часов примерно, это будет Юрий Лишенко, руководитель отдела контента студии CloudDike. Он уже с вами поговорит о том, что вообще на сайте хорошо, что плохо. В данном случае речь пойдет о типографике, да, то есть о том, как работать с типографикой, как сделать так, чтобы сайт выглядел классно. Ну, собственно, зачем это нужно и все детали, в общем, об этом тоже поговорим. На мой взгляд, тоже крайне любопытно. Ну что же, обозначили примерно, что мы делаем, ну и пойдем потихоньку вперед. Хотелось бы, так сказать, с места в карьер. Хотелось бы начать с клиентской производительности. Что такое клиентская производительность? Это, скажем так, скорость, с которой компьютер вашего посетителя, да, то есть того, кто к вам на сайт пришел, отображает ваш сайт. На самом деле здесь много нюансов, потому что скорость именно клиентская очень сильно зависит от того, какой интернет-канал у пользователя, да, то есть он зашел через хороший стабильный интернет у себя в офисе или дома, да, где там сейчас скорости 100 мегабит уже никого не удивляют, или он зашел с мобильного телефона, у которого 3G только что отвалился и переключился на Edge, да, или он вообще подключил свой ноутбук к мобильному телефону, да, и пытается там что-то как-то работать. Возможно, он сел в Starbucks, в котором сидят еще 100 человек, и все используют этот маленький роутер, который в Starbucks стоит, черт, я тут брендами кидаюсь, в кафе, и пытается там работать с вашим сайтом, да, соответственно, скорости будут разные. Еще довольно большое влияние оказывает сам компьютер, с которого будет человек заходить на ваш сайт, да, это может быть очень быстрый ноутбук или там очень быстрый компьютер настольный, это может быть очень быстрый смартфон, а может оказаться история совсем другой, то есть смартфон может оказаться не очень быстрым, ноутбук может оказаться стареньким, и, в общем, с трудом переваривать современные браузеры и сайты, на которых очень много используется каких-то JavaScript, сложный CSS, да, то, что требует там ресурсов компьютера для переработки. Так, у меня тут сразу идет композитный сайт, но, наверное, ну, давайте с него, собственно, и начнем. Что вообще есть композитный сайт и для чего он нужен? Он нужен прежде всего для того, чтобы вот эту клиентскую производительность максимально увеличить, да, для того, чтобы сайт у вашего посетителя работал просто невероятно быстро. На самом деле для динамического сайта, для сайта, который состоит из, не только из статического контента, да, как, например, лендинги какие-нибудь, раньше их называли сайт-визитка, сейчас это назвали новомодным словом лендинги, но суть примерно та же, простая страничка, на которой какой-то текст, пара картинок, ну, и в целом она практически не меняется, да, то есть у нее там изменения довольно редкие, и в целом таким сайтам там не всегда нужна даже система управления, зачастую их делают там просто с помощью каких-то там конструкторов, и в итоге это все сохраняется в голом HTML. Ну, и, естественно, такие сайты чаще всего работают крайне быстро, потому что на стороне сервера не выполняется никаких расчетов, никаких там действий, и все происходит довольно быстро. Как только речь идет о динамическом сайте, о том, с которым вы работаете, через административную часть, в котором есть, как в случае, например, с магазином, да, это товары, где есть новости, где есть личный кабинет пользователя, уникальный для каждого конкретного пользователя и так далее. Где идет работа с базой данных, с хранением, с вычислениями и так далее. Все это приводит к некоторым затратам ресурсов, да, серверных, то есть сервер должен не только отдать страничку с данными, но еще и предварительно их как-то посчитать, определить пользователя, понять, что ему доступно или нет, понять, какие у него там были заказы, какие материалы ему показать, и все это выдать в итоге в браузер посетителя. Так вот, эти расчеты, да, они в любом случае выполняются какое-то время. Скорость цвета хоть и очень большая, она имеет некий физический предел, это означает, что чем больше данных приходится обрабатывать, тем, собственно, дольше компьютеры это делают и дольше передаются, ну и так далее. Так вот, хотелось бы, и, в общем-то, мы это в итоге сделали, добиться того, чтобы динамические сайты, да, сайты, которые обладают возможностью подстраиваться под пользователя, выдавать ему уникальный контент, могли работать с такой же скоростью, как и самые простенькие и простые статические сайты. В общем, технология композитный сайт именно для этого и предназначена, именно этим она и занимается. Она превращает динамический сайт по скорости в статический. Происходит эта магия, в общем, где-то внутри платформы 1SBitrix, и мы сейчас немножко об этой магии поговорим. Но хочу также отметить, вот я специально выложил в презентации некоторые ссылки, они попадут вам вместе с презентацией, впоследствии с материалами, которые мы разошлем. Вы можете эти ссылки использовать для того, чтобы обращаться, например, к документации, в которой уже гораздо подробнее и глубоко расписаны все нюансы использования технологий. Так и, например, есть вот в случае с автокомпозитом, история, ссылка на доклад, в данном случае Антона Герасимяка, нашего специалиста по композитной технологии, в котором он детально рассказывает про новинки, о которых мы сегодня тоже поговорим. Новинка – это технология автокомпозит, которая, в отличие от просто композита, позволяет включить эту штуку на абсолютно любом сайте. Ну, всегда нужно подходить немножко с умом, да, то есть разобраться, что это такое, как это работает, но в целом теперь для того, чтобы включить композит, не нужно привлекать разработчика. Действительно, ранее требовалось привлечение разработчика для уже созданного сайта для того, чтобы включить композитный режим, потому что он требует некоторых изменений в шаблонах и внутри компонентов для того, чтобы композитный режим работал. Сейчас нам удалось на стороне платформы реализовать технологию так, чтобы композитный режим работал даже без привлечения разработчиков. И сейчас мы на это детально посмотрим, как это будет работать. Значит, для того, чтобы все продемонстрировать вам, я взял обычную нашу виртуальную машину, развернул демонстрационный сайт 1SBitrix, интернет-магазин. Вот он, самый обыкновенный интернет-магазин, и, собственно говоря, мы на него будем смотреть. Мы будем смотреть на то, как будет работать этот сайт, а быть в обычном режиме, в композитном режиме, и какие детали и настройки у нас имеются. Итак, ну, собственно говоря, что мы можем посмотреть с точки зрения скорости работы сайта? Ну, главную страницу давайте перезагрузим. Я сейчас, кстати, в режиме администратора, и в режиме администратора не работает композитный режим, в общем, по умолчанию. Это можно включать, но обычно для администратора он выключен. Можем попробовать нажать, например, какую-то новость. Ну, в общем-то, мы видим. В общем, на глаз заметно, да, с какой скоростью происходит обновление страниц. Можем перейти в какой-то другой раздел, в карточку товара. Ну, и, в общем, несмотря на то, что сайт работает, кажется, что приемлемо быстро, однако вот заметим, да, вот этот момент прогрузки, загрузки и так далее. То есть мы, в общем-то, замечаем то, как это все происходит. Для того, чтобы попробовать и сравнить композитный режим, давайте перейдем с вами в административную часть. Вот у меня тут даже уже админка запомнила сам раздел. На самом деле он находится в настройках, настройке продукта, и здесь есть целое, прямо отдельное, отдельный пункт в меню, который так и называется композитный сайт. Что он даст и как это работает, мы сейчас посмотрим. Здесь есть даже видеоролик, который примерно рассказывает, что это за технология и что она дает, несколько параметров основных, ну и, собственно, просто зеленая кнопка «Включить автокомпозит». На самом деле для большинства сайтов этого будет достаточно. Если мы ее нажмем, то включатся основные настройки по умолчанию, появится вот такая штучка, что автокомпозит включен, и все основные настройки по умолчанию будут включены. Что же происходит теперь с сайтом? Ну, еще раз скажу, мы, я в данном случае на сайте администратор, поэтому сейчас никаких изменений не заметим. И для того, чтобы эти изменения заметить, запустим с вами режим инкогнито. В большинстве современных браузеров есть такой режим инкогнито, который стирает с данной куки, да, и сайт не знает, что я – это тот самый пользователь, который сейчас в соседней вкладке. Вот первая загрузка сайта у нас произошла, как обычно, хотя композитный режим уже включился, и мы видим, что это произошло. Мы можем теперь попробовать походить по страницам сайта и, собственно говоря, видеть, что они загружаются чуточку быстрее. На самом деле на моей установке будет сложно определить, что на самом деле оно стало работать быстрее, да, особенно на глаз, просто потому что он у меня и так, и так работает быстро, сайт без нагрузки и работает на том же компьютере, на котором я, собственно говоря, работаю, да, то есть нету никаких, скажем так, никакого расстояния, да, или других показателей, которые могут повлиять там в режиме реального времени. Вот. Мы можем понять по вот этой кнопке, которая здесь появилась, что композитный режим включился и начал работать. Композитный режим вот сейчас, например, на этой странице он не включился, то есть мы знаем, что на этой странице композитного режима не сработало. Это произошло потому, что кэша для этой страницы еще не было создано, но вот повторный заход, и уже работает композитный режим. Если вы заметили, да, в общем-то скорость отличается. Можно попробовать еще раз это сделать с другой новостью. Вот другая новость. Композитного режима нет. Вы примерно заметили, как она работает. Но повторный вход, страницу выдает уже, видите, сильно мгновенно, то есть, ну, в смысле, заметно быстрее, похоже на мгновенную, и, собственно, композитный режим уже включен. Вот эту картиночку сейчас можно отключать. Раньше эта опция была платной, но буквально с версии 16.5 мы отменили, собственно говоря, платеж и стоимость использования композитной технологии сделали абсолютно бесплатной и доступной для всех. Соответственно, эту кнопочку можно отключать, но мы ее рекомендуем оставить для того, чтобы хотя бы просто понимать, работает ли композит сейчас на вашем сайте или нет, и что вообще происходит, в том числе для теста. Вы можете ее настраивать под себя, мы сейчас в настройках это увидим, но в целом мы сейчас видим, что композитный режим в общем дает довольно существенное преимущество в скорости отображения страничек. Они появляются быстрее практически мгновенно. На самом деле мы можем еще посмотреть на некоторые нюансы загрузки страницы сайта с помощью в данном случае моей консоли, которая в общем-то в браузере в Google Chrome и в других современных браузерах тоже есть. Мы можем посмотреть на этот параметр, который является основной загрузкой, то есть то, что отрабатывает сервер. То есть сейчас 32 миллисекунды – это то, с какой скоростью сервер отдал страницу. Все остальное время тратится на загрузку различных ресурсов, обработку HTML и так далее. То есть в целом загрузка может занимать довольно много времени. Однако страница уже давно у меня перед глазами, и произошло это практически мгновенно. Для сравнения, если мы посмотрим на эту же загрузку страницы через, в смысле без композитного режима, как в данном случае это происходит в случае работы под администратором, то вот эта первичная загрузка становится в 10 раз больше. Сейчас 325 миллисекунд. Это то, что происходит на стороне сервера, пока не, собственно, произойдет отдача в браузере. Видите, в общем, разница довольно существенная. Она заметна не только с точки зрения простых цифр и миллисекунд, но и даже просто на глаз. Даже в моих практически тепличных идеальных условиях, когда сайт работает на том же компьютере, на котором я его просматриваю, в случаях, когда происходит работа с удаленным хостингом, то тогда эти изменения будут еще более заметны, потому что сервер оборабатывает быстрее, и быстрее начинает давать данные в браузер, и, соответственно, загрузка и появление странички у нашего пользователя происходит еще быстрее. Так, поехали дальше. Нам нужно с вами посмотреть на некоторые настройки. Что происходит с... Что можно изменить в режимах работы композита? Во-первых, я, конечно, рекомендую просто попробовать у себя обновиться там до последней версии и включить автокомпозит, и посмотреть, как начнет работать ваш сайт с этой технологией. Чем отличается вообще работа с композитом от работы без композита? И вообще между двумя технологиями. Как видите, у нас появился композит и автокомпозит. На самом деле отличие примерно следующее. Есть режим голосования за композитный режим. Это когда все блоки вашего сайта либо голосуют за то, что... Ну, в смысле, говорят, что да, можно запустить композит на этой странице, либо говорят, что нет, на этой странице композит запустить нельзя. На самом деле, по умолчанию наши компоненты голосовали против, кроме тех компонентов, которые были готовы к использованию в композитном режиме. Это означает, что с внедрением технологии автокомпозит мы изменили эту логику, и это означает, что все компоненты сайта стали голосовать за композитный режим. Композитный режим на странице включается в случае, когда работает автокомпозит и работает с настройками по умолчанию. Настройки по умолчанию в данном случае стоит режим, вот он, как и называется, стандартный режим с задержкой перезаписи. Что происходит в этом случае? Сейчас, секунду, уберу вопросики, они мне закрывают пол экрана. Что происходит в этом случае? Для того, чтобы понять, для того, чтобы, наверное, понять, что происходит, надо немножко разобраться, как работает вообще композитный режим. Я попробую сейчас это на пальцах, грубо говоря, объяснить. Когда браузер нашего посетителя обращается по адресу вашего сайта и получает в ответ какой-то, ну, в смысле, получает какой-то ответ, наш сервер, да, то есть админ, вообще сам Bittrex начинает этот ответ готовить. Что он обычно делает? Обычно он начинает, запускает ядро Bittrex, да, то есть там это происходит на уровне сервера, запускается PHP, запускается ядро Bittrex, ядро Bittrex начинает проверять кучу всяких параметров, то есть проверяет, что за пользователь, анонимный он или нет, какие данные надо показать, делает запросы в базе данных, собирает те или иные кусочки сайта и в итоге отдает в браузер некий HTML-код, который браузер уже интерпретирует в зависимости от этого HTML-кода, загружает различные картинки, дополнительные стили, там, JavaScript, который там на странице выполняется и так далее. Все это компилируется и, в общем, показывается нашему пользователю. Когда у нас включен композитный режим, запрос браузера, обращаясь по адресу, наш сервер сразу же, мгновенно отдает ему закэшированную страничку, готовую. На самом деле у Bittrex уже лежит готовая страничка вот эта, собранная полностью, он ее тут же ему отдает, то есть не тратя время на какие-то вычисления, но параллельно с этим начинает проводить примерно те же вычисления. Вот этот параллельный запрос, он называется фоновый АЯКС-запрос. В процессе этого запроса, собственно говоря, происходят все те же самые вычисления, то есть он проверяет, что за пользователи, нужны ли какие-то ограничения на вывод, какие товары показать, какие не показать, возможно, нужна персональная рекомендация, ой, случайно нажал, нужна персональная рекомендация, возможно, нужно вывести ему специальные цены или показать его личный кабинет и так далее. То есть все эти действия выполняются параллельно с тем, как браузер уже получил готовую HTML-страничку и начинает ее уже подгружать и показывать. Вот этот АЯКС-запрос, собственно говоря, и обеспечивает обновление, незаметное для пользователя, обновление тех данных, которые для него персональны. То есть пока браузер начинает загружать страничку, вытягивать с сервера картинки и так далее, АЯКС-запрос уже выполнился, и Bittrex подпихивает в эту страничку обновленные данные. Вот примерно так это работает. При этом есть несколько вариантов работы этого АЯКС-запроса. Вот есть стандартный режим с задержкой перезаписи. О чем это говорит? Это говорит о том, что АЯКС-запрос может не всегда перезаписать новый кэш. То есть для тех сайтов, где это может быть актуально, после отдачи закэшированной страницы, то есть готовой странички HTML для посетителя, для его браузера, сервер проверяет, изменились ли данные, то есть нужно ли что-то обновить в этой страничке, потому что, возможно, вы добавили новость какую-то, или новый баннер разместили на сайте, или еще что-то произошло. Сервер это проверяет, и если изменения произошли, то тогда перезаписывает этот файлик, то есть обновляет его для посетителя и перезаписывает его для следующего посетителя. То есть следующий посетитель уже точно получит сразу прямо готовый, без дополнительного обновления, готовый уже обновленную страничку. Можно поставить задержку, вот эту задержку перезаписи в 120 секунд, чтобы он не каждый раз перезаписывал этот файл, даже если что-то изменилось, а давал некую паузу, в данном случае 120 секунд, это может снизить нагрузку на перезапись файлов, то есть когда часто обновляемые сайты, в общем-то, там, 2 минуты обычно роли серьезно не играют, это время вы можете установить самостоятельно, какое будет важным, но, например, когда идут там 10 человек одновременно на сайт, каждый будет перезаписывать, в общем, это создает определенную нагрузку. В некоторых случаях это не имеет смысла, и появился вот такой режим с задержкой перезаписи. Есть стандартный режим, который исключает эту задержку, и каждый раз, когда происходит фоновый запрос, данные кэша обновляются. Есть еще один режим, он сейчас мне недоступен, потому что включен автокомпозит. Это режим без фонового запроса. Зачем этот режим нужен? Как вы уже поняли и, наверное, догадались, что, по сути, композитный режим делает, ну, не двойную, ну, скажем так, полуторную нагрузку на сервер. То есть, грубо говоря, сначала происходит обращение для отдачи готовой странички, а потом параллельно с ней каждый из пользователей, который заходит на ваш сайт, генерирует еще один запрос, уже более тяжелый, который выполняется параллельно, то есть самый фоновый запрос. Для некоторых страниц или некоторых сайтов это, в общем, неуместно. Если у вас на сайте практически не меняются данные, или они меняются крайне редко, да, то на каждом посещении делать вот этот фоновый запрос, в общем-то, никакого смысла не имеет, потому что данные все равно не поменялись, и это лишняя нагрузка на сервер. Ее можно избежать, включив вот этот режим без фонового запроса, он будет доступен, если настраивать композит в ручном режиме. И здесь можно установить, собственно, время этого кэша, он будет сам автоматически обновляться, например, там раз, ну вот здесь стоит раз в 10 минут, это может происходить раз в сутки или еще как-то. Естественно, можно управлять и вручную временем обновления, то есть разработчики, внедряя подобный режим, могут сами управлять, когда нужно этот кэш сбрасывать или обновлять. Есть соответствующие методы на страницах. В общем-то, это все, что нужно знать про композитный режим и основные настройки простому пользователю. Вы выбираете один из двух режимов, как вы видели, что я сделал. Я включил композитный режим вот этой кнопкой, это автокомпозит. И, в общем, здесь у меня доступны всего лишь две опции. Это с задержкой перезаписи и без задержки перезаписи. Выбираете тот, который вам кажется или по результатам некоторых экспериментов наиболее оптимальный. Советую попробовать именно с задержкой для начала, установить ее, ну, допустим, все же 120 секунд. Если посещаемость сайта не очень большая, можно и побольше поставить и посмотреть, не будет ли задержек в обновлении контента. Если задержки появятся, можно уменьшать это время, ну, или использовать стандартный режим. Дальше вам нужно там стандартные настройки провести. В принципе, они по умолчанию проставляются еще при установке, но если вы композит включаете после, то здесь надо будет указать и доменные имена, маска включения и маски исключения. Это те самые страницы, на которых не будет работать композитный режим, как вы его не попросите. То есть это специальные маски, можно указывать конкретные страницы, где композитный режим будет исключен. Игнорирование параметров, да, тоже очень важно, если вы используете UTM-метки, да, композит не должен на них среагировать и отключиться, чтобы все работало быстро даже у тех, кто переходит по рекламным объявлениям. Ну и, собственно говоря, можно указывать дополнительные параметры, при которых композитный режим точно не будет работать. Это бывает в случаях, когда, например, в интернет-магазине вы дали какое-то объявление, и по этому объявлению должен там сразу, даже жертвой скоростью, показываться там реальный остаток, да, там какого-то товара. В этом случае там композитный режим там можно отключить для того, чтобы не попасть в какую-то ситуацию с кэшем, да. Ну и в дальнейшем можно, естественно, выбирать, где хранить, собственно говоря, кэш этих файлов. Но это уже более серьезная настройка, то здесь надо уже понимать, что такое кэш и как он хранится, и как обеспечить наиболее быструю работу с этим кэшем. Ну вот здесь показывается, собственно говоря, сколько этот кэш занимает места, да. За этим параметром рекомендую поглядывать. На больших контентных сайтах или на магазинах этот параметр может быть довольно большой, потому что кэшируются все страницы подряд, и, соответственно, кэш может расти, это может привести к неконтролируемому расходу места на хостинге, ну, то есть за этим надо следить. Ну и, конечно, всегда кнопка «Сбросить кэш», если вдруг что-то не так или вы решили все обновить, произошло глобальное обновление с сайта, то, конечно, рекомендуется сбросить кэш, чтобы не на хитах пользователей производить эти обновления, а успеть самому по сайту пробежаться и выполнить наполнение кэши заново. Также вы можете управлять тем, какие пользователи, для каких групп пользователей будет срабатывать композитный режим. Сейчас по умолчанию все отключено. По факту все неавторизованные пользователи, которые на сайт заходят, для них композитный режим срабатывает. Вот, соответственно, в общем, для всех он работает. Есть настройки кнопки «Быстро с 1С Битрикс», которые вы можете, соответственно, настроить под себя, то есть придать ей какой-то цвет, который будет больше подходить к вашему сайту. Можно управлять цветом внутренней надписи, цветом фона, ну или выбрать какой-то готовый пресет, который будет особенно подходить именно к вашему дизайну сайта. У меня, по-моему, там все синее, а сделаем синенькую. Вот, собственно говоря, именно так происходит работа с композитом, и я думаю, что кнопку, кстати, можно отключить, но еще раз, она является очень хорошим показателем, что ваш сайт очень круто и быстро работает. Технология уже довольно популярна, ну и, в общем, у многих вызывает положительные ассоциации. Собственно, это все, что надо знать вот так вот сходу про композит. Естественно, во всем есть детали и нюансы, поэтому если при включении композита у вас, как у владельца сайта, возникли какие-то вопросы, где-то непонимание или еще что-то, я рекомендую, первое, ознакомиться с документацией. Всегда есть ссылка на документацию в любом разделе административной части, вы можете смело здесь нажать «Документацию» и, собственно говоря, перейти к помощи. Также кнопка помощи есть и вот здесь, здесь у нас выскакивает вот такой плавдменчик, который, знаешь, сейчас у меня, да, у меня сработает, который контекстно подсказывает разные подсказки, что, собственно, делать. Есть у статьи от наших партнеров, как композитный сайт и общая технология работает. Или обратиться, в общем-то, к нашим партнерам, которые уже давно, как бы это корректнее сказать, едят различных животных на этом деле и, в общем, знают, как работают, как настраиваются, как кастомизируется все это для того, чтобы обеспечить максимальную производительность именно для вашего конкретного сайта. Так, ну, собственно говоря, это композитный сайт. Сейчас посмотрим, что у меня тут про... Да, следующая наша тема – это скорость сайта. То есть мы с вами сделали, в общем, что-то для того, чтобы наш сайт заработал быстро, включили композитный режим. Следующая или даже предыдущая история, которой надо поработать, то есть как только ваш сайт запустился, там первое место, куда надо пойти. Обычно это делают партнеры. Это, например, вот такое тестирование конфигурации проверки системы. Поэтому здесь Bittrex проверяет свое окружение, в чем он работает, и убеждается, что все работает хорошо. Вот здесь, в общем, все зелененькие должны быть. Там, где происходит красненькое – это некоторые ошибки. У меня виртуальная машина на отправку почты не настроена, потому что она свеженькая, я не занимался этим вопросом. Вот, соответственно, там, где ошибки, надо их исправить. Так Bittrex проверяет и сам себя, и свое окружение, и убеждается, что все в порядке. Если есть какие-то рекомендации по улучшению скорости, то здесь же они появятся. В любом случае, по каждому из параметров можно вызвать справочку и посмотреть, что, собственно говоря, происходит, и как изменить, как исправить ошибку, которая здесь произошла. Заглядывайте сюда обязательно, в тестирование конфигурации, в проверку системы, потому что здесь периодически могут возникать новые требования. Но вообще о новых требованиях Bittrex предупреждает. Он выводит здесь сверху такое окошко, в котором написано, что сайт проверку не прошел, и необходимо сюда обратиться и убедиться, что все в порядке. В целом это также влияет не только на работоспособность, но и на скорость. То есть здесь есть ряд функций, которые проверяются, которые также влияют и на скорость работы сайта. Следующим моментом для того, чтобы вообще разобраться со своей скоростью, с тем, как работает сайт, есть целая закладка производительность. Так, я вижу тут вопрос от Андрея. Автокомпозит чем отличается от старого композита? Да, вы немножко поздно подключились. Я об этом уже примерно рассказал. Основное отличие автокомпозита в том, что для его включения не обязательно привлекать разработчика. То есть достаточно включить его, и он автоматически заработает. Тот самый старый композит, он остался, его можно индивидуально настраивать, но для этого уже нужны разработчики, которые будут подстраивать компоненты и шаблоны компонентов под работу с композитным режимом. Автокомпозит работает на любом сайте, в любом случае есть только ряд параметров, в которых надо разобраться и включить. Это можно сделать уже самостоятельно, без разработчика. Именно в этом основная фишка автокомпозита. Возвращаясь к скорости. Есть целый раздел производительности в административной части, который, собственно говоря, показывает и позволяет настраивать очень многие моменты, связанные со скоростью сайта. Мы начнем с вами со скорости сайта. Это, собственно говоря, основной раздел, куда имеет смысл заглядывать. К сожалению, у меня в связи с тем, что мой внутренний сайт не на каком домене, он не сможет подключаться к серверу статистики и собирать данные о скорости снаружи. Это есть такое ограничение. Но в целом он примерно показывает, что происходит. Сейчас, как вы видите, сайт у меня работает довольно быстро. Полсекунды в среднем. По нескольким хитам, которые за время нашего с вами вебинара появились в системе. И мы в целом видим, что происходит. Что сейчас у меня композитный режим включен. У меня выключен ускорение CDN, у меня не проведена проверка монитора производительности. Это отдельная история, которую мы обязательно пройдем, чтобы убедиться, что все в порядке или что есть с чем работать. Но вот эта шкала, которую мы сейчас видим, это, в общем-то, основной ваш показатель. В чем фишка этого показателя? В том, что это не скорость, с которой сработал сервер, отдавая сайт. А это скорость, с которой сайт показался у вашего посетителя. То есть, грубо говоря, данные для этой шкалы мы собираем из браузеров пользователей. Это, в общем, открытая технология. Никто не запрещает нам забрать с помощью небольшого джаваскрипта данные из браузера о скорости загрузки страницы. То есть мы это вычисляем не на сервере, а именно на компьютере каждого конкретного пользователя. И это важно, потому что именно благодаря этому вы знаете, как действительно работает сайт у ваших покупателей. Может так получиться, причем здесь показываются показания средние за последнюю тысячу обращений, то есть за последнюю тысячу хитов. Может так получиться, что в какой-то момент времени очень многие ваши покупатели окажутся на слабом канале, например, на мобильном интернете и на дешевых смартфонах. В этом случае вам имеет смысл. Вы увидите это здесь, вы увидите, что скорость работы упала, при этом вы там, допустим, ничего не делали, и система производительности показывает, что все в порядке. Тогда вы сможете, собственно говоря, как-то на это отреагировать, разобравшись, что именно происходит. У нас есть еще такая карта, которая даже показывает, откуда, собственно говоря, пользователи заходят на ваш сайт, где он хостится и откуда на него заходят. Ну, в моем случае это, в общем, практически невозможно. Видите, мой сервер оказался где-то в Африке, хотя на самом деле он у меня рядышком здесь. Но на этой карте вы будете видеть, из каких географических точек на ваш сайт заходят ваши посетители. Вы увидите, в каких точках хорошая скорость, в каких не очень. Ну, что кажется естественным, да, чем дальше, тем скорость будет хуже, но бывают ситуации, когда маршруты, по которым бежит трафик, настолько непредсказуемы, что даже близкие местоположения могут оказаться довольно медленными. Но в любом случае вы увидите основные местоположения своих посетителей и поймете, да, откуда к вам заходят на сайт. Увидев, что там очень много заходит к вам с восточной части России, например, да, с другой вообще, с других часовых поясов и очень далеко, возможно, имеет смысл включить, например, CDN, потому что он ускорит доставку туда контента. Или подумать о том, чтобы выбрать резервный хостинг имит там. Или завести второй сайт в том регионе, чтобы для них работало быстрее и так далее. В общем, есть еще ряд технических моментов, которые могут улучшить скорость загрузки сайта в удаленных регионах. В общем, об этом можно позаботиться. Ну и, естественно, по каждой страничке, у меня, к сожалению, этих данных здесь нет, мы посмотрим на них вот на таком слайдике. О, черт, он тоже до конца не показывает. Есть распределение скорости сайта по времени, где вы увидите свои медленные страницы. То есть вы в реальном времени увидите, какие страницы загружались дольше всего, и сможете понять, почему. Это, наверное, уже технология для, ну, собственно, для продвинутых пользователей или для администраторов, или для, соответственно, разработчиков, да, которые увидят медленные страницы и смогут с ними что-то сделать. Да, то есть разобраться, почему они медленные, включить дополнительное кэширование, разобраться, что там с композитом, его перенастроить и так далее. То есть провести какие-то работы по улучшению этой скорости. Вообще, в целом, наша платформа позволяет видеть очень много нюансов, связанных с тем, как работает сайт непосредственно в браузерах ваших клиентов. Ну что ж, пойдем дальше. Скорость сайта мы посмотрели, мы получили некую метрику, которая нам сообщает о том, что происходит со скоростью наших посетителей, откуда они к нам заходят, и какие страницы там быстрые, какие медленные. И перейдем в панель производительности. Это, собственно, такой мониторинг, который может проверить, что вообще со скоростью вокруг битрикса. То есть если сам битрикс мы настроили, то есть убедились, что там внутри все в порядке, включен композитный режим, что запущено все, что надо, все, что надо, закэшировано, и, в общем, пользователи получают сайт быстро. Но может так получиться, что где-то в конфигурации сервера, а зачастую конфигурация сервера – это не только железо, не то, насколько быстрый процессор и сколько памяти у сервера, но и то, как он настроен, могут оказаться некоторые нюансы. Для этого есть вот эта панель производительности, которая умеет замерять эту производительность. Вот я сейчас запустил тест. Этот тест тестирует конфигурацию. Что он делает? Он проверяет скорость процессора, он проверяет некоторое среднее время отклика, то есть как быстро сервер отвечает, проверяет операции с файлами, с какой скоростью происходит, проверяет почтовую систему, как быстро стартует сессия для пользователя, оптимально ли настроен сам PHP, и что происходит со скоростью базы данных. Это основные довольно скромные параметры, но они уже говорят о многом. Это ключевые параметры. То есть, как вы видите, сейчас у меня довольно неплохие показатели. Эталонная производительность у нас 30. Это некие очки, которые мы в битриксе ввели. Они, в общем, ни к чему особенно не привязаны, кроме системы. То есть некоторые очки. Вы можете за ним просто следить. Вот у меня сейчас текущая конфигурация показывает 40 и 43 очка, что, в общем, неплохо. Но надо понимать, что как только мой сайт нагрузится, то есть если на него пойдут сотни посетителей, этот показатель может упасть. Для того, чтобы понять, как ваш сайт ведет себя под нагрузкой, вы можете запускать тестирование производительности в течение какого-то времени в реальном времени. То есть вот сейчас у вас идет нагрузка. Нажали «Тестировать производительность» и система уже под нагрузкой проверяет те же самые параметры и начинает собирать каждый хит, который происходит на сайте и проверять, что происходит. Вот сейчас тест запущен. Осталось 5 минут. Вот, как видите, проанализировано ноль хитов. На самом деле, если ваш сайт посещаемый, то там будут появляться хиты постоянно. Я могу по своему сайту немножко походить для того, чтобы разобраться, какие у него есть слабые места, походить по карточке товара и так далее. Вы можете сделать со своим сайтом, если он находится в режиме тестирования, точно так же самостоятельно, просто пробежавшись по основным, скажем так, разделам и страницам, чтобы понять, есть ли какие-то проблемы производительности. Ну вот мы сейчас и в новости зайдем и по каким-то другим страницам побегаем. Все это время система собирает хиты. Вот они здесь все собрались. В частности, 19 хитов прошло. Я сейчас могу остановить тест и, в общем, посмотреть детали, что же так, а что же не так. Ну вот, как вы видите, самая нагруженная страница, это, собственно говоря, главная страница каталога. Она дает почти 40% всей нагрузки. Собрано там было 6 хитов и в среднее время отклика 0,7 секунды. Ну, что, в общем, кажется, не так уж и много. 0,7 секунды – нормальное время. Поэтому именно на это обращать внимание не нужно. Есть и более медленные страницы. Вот здесь аяксовые компоненты какие-то грузятся по 1,3 или 1,5 секунды. Но они делаются в хоне, поэтому, в общем, тоже не очень важно. Здесь вот есть даже ошибки разработки. То есть система показывает, в каких случаях что-то сделано на сайте не так. То есть можно посмотреть и разобраться, что же произошло. В данном случае у меня есть не кэшированный компонент. Но это, в общем, логично, потому что компонент Big Data, он не должен кэшироваться. Однако система это видит и показывает, что что-то не так. Вот, собственно говоря, за этим тоже надо следить. За этим надо точно следить, когда вы сайт принимаете от разработчика. То есть как минимум пойти проверить конфигурацию, пойти проверить, что происходит с страницами, заглянуть вот сюда, где, как видите, система показывает, что Bittrex настроен неоптимально. Тут есть настройки, которые точно влияют на производительность и есть рекомендации, что с ними нужно сделать. Хороший разработчик, перед тем, как сдать клиенту сайт, всегда сюда заходит и смотрит, что нужно сделать. В данном случае у нас тут можно отключать сбор пути по сайту. У меня редакция бизнеса, она умеет собирать, ее можно отключить для нагрузки. Ну и также хранить файлы, хранить кэш не в файлах, а в каком-то акселераторе или другой истории, например, в Мемкэше. Ну, опять же, не буду сейчас грузить техническими нюансами. В целом, разработчики прекрасно знают, что с этим делать. У нас есть куча инструкций, как, например, на виртуальной машине добиться оптимальной работы. В частности, есть еще простые действия по оптимизации базы данных. Тоже одна кнопка, и она, в общем, сработала. И уже покажет другие показатели. В общем, то, зачем точно нужно следить эта производительность, не только клиентская, как мы уже посмотрели, да, включенные композиты, скорость сайта, которые мы видим, но и с точки зрения нагрузки на сервер, да, вот эта производительность уже внутренняя, внутри платформы. И она зависит и от конфигурации сервера и окружения, которое вокруг происходит, и от настроек битрикса, и от того, как была выполнена разработка компонентов и шаблонов компонентов. И, в общем, еще от многих факторов, которые мы здесь стараемся вам показать. Вот так вот это выглядит, и рекомендую вам периодически проверять состояние вашего и скорость работы вашего сайта и как ведет себя панель производительности. Потому что битрикс меняется, он растет и развивается, семимильными шагами у нас появляются новые функции, которые мы чаще всего помогают улучшить производительность, снять нагрузку и работать быстрее и, скажем так, дешевле с точки зрения аппаратных ресурсов. Вот, собственно, за этим надо следить. Здесь в разделе производительность еще много довольно-таки подразделов, но я бы сказал, что они уже, наверное, касаются больше разработчиков. То есть здесь есть речь и о страницах, о том, с какой скоростью они грузятся, какое количество запросов они выполняют и вообще, что с ними происходит. Ну, вот, можно детально смотреть нагрузку, которую дает страница, которое время она в целом затратила, да, серверное, сколько в среднем она получает, сколько компонентов на этой странице в среднем отрабатывает, какое количество запросов эта страница делает в базу данных, ну и так далее. То есть очень детальная информация, и за этим это сделано уже для разработчиков, чтобы они могли ваш сайт оптимизировать благодаря, там, широким настройкам и, собственно говоря, где надо кэшировать, где можно уменьшать количество запросов, оптимизируя свой код, код своих компонентов и так далее, приводя сайт к некому оптимальному состоянию с точки зрения скорости работы, функциональности и, собственно, нагрузки на сервер. Ну и так далее. Здесь целый ряд моментов, с которыми разработчики очень хорошо знакомы. в большинстве случаев, но они уже технические, я сюда дальше не полезу. Это про производительность в целом. Следующий наш с вами вопрос – это масштабирование. Это уже, как бы это сказать, вопрос и тема для больших и, наверное, серьезных проектов. Скажем так, вообще большая часть масштабированных систем это действительно очень крупные проекты. То есть, вот смотрите, у нас есть ряд сертификатов, которые мы сами выпустили в процессе тестирования. Ну как сами? Конечно, не сами. Мы взяли себе в партнерство пару довольно знаменитых компаний. Это была компания Яндекс, это была компания Филиктел, которая предоставила нам хостинг. Это, собственно говоря, компания IT-сума, которая производила настройку и доработку сервера под оптимальные настройки, да. И, собственно говоря, с помощью инструмента Яндекс Танк, есть у Яндекса такой инструмент, он так и называется Яндекс Танк, и как вы думаете, что он делает? Он нагружает сайты. Да, его задача – раздавить сайт под нагрузкой. Ну вот, собственно говоря, мы проводили нагрузочное тестирование платформы Bittrex, платформы, обычной платформы редакции бизнес, и платформы Enterprise для того, чтобы посмотреть, во-первых, с какими нагрузками вообще в целом справляется редакция бизнес, для того, чтобы посмотреть, как масштабирование влияет на возможности, да, то есть как можно, насколько эффективно можно подключать новые серверы, да, и как это дает прирост в возможности. Ну давайте посмотрим внимательно на эти цифры. В частности, редакция бизнес – 24-часовое тестирование, то есть ровно целые сутки. С помощью Яндекс Танка система нагружалась. Нагружалась, и мы подбирали, скажем так, максимальную нагрузку, которую выдерживает система, обеспечивая время отклика, там, 9 тысячных секунды, да, то есть время загрузки страницы не превышало секунды, то есть нужно было сделать так, чтобы страница грузилась около секунды и не сильно больше. Понятно, что некоторые страницы могли грузиться чуточку больше, но незначительно. Мы подбирали именно такую нагрузку, и, собственно говоря, с такой нагрузкой у нас работал интернет-магазин, в котором было примерно 100 тысяч товарных предложений. В рамках нагрузки – это было не просто открытие главной страницы, да, а это был целый ряд сценариев заложен в робот, то есть Яндекс Танк, он что делал? Он заходил на странички, он открывал каталог, он фильтровал каталог с помощью вот этого параметрического фильтра, он выбирал товары, просматривал карточки товаров, регистрировался, авторизовался на сайте, делал покупки, да, то есть клал в корзину, оформлял заказ, то есть выполнял стандартные сценарии интернет-магазина. И вот какие цифры получились. При том, что страница открывается в целом около секунды, и время ответа сервера где-то 9 тысячных секунд, мы получили 777 тысяч уникальных посетителей за эти 24 часа. Это 14, почти 15 миллионов хитов. И 29 тысяч оформленных заказов получилось сделать у Яндекс Танка. Собственно говоря, вот в рамках этого теста. Мы пошли дальше, потому что показалось, что этого мало, что такое 700 тысяч уникальных посетителей, да, для хорошего магазина. И попробовали масштабировать систему. Что значит масштабировать? Это значит, что мы взяли уже лицензию Enterprise, и с тем же самым магазином подключили к нему несколько дополнительных серверов, чтобы система обрабатывала уже не одним сервером, потому что на бизнесе был один сервер, а несколькими серверами. В данном случае вот это два сервера, а третье – это четыре сервера, третий сертификат. Как мы видим, большее количество серверов позволило практически удвоить показатели, да, то есть мы взяли два сервера и практически удвоили показатели, получилось 23 миллиона хитов, 1,2 миллиона уникальных посетителей. То есть коэффициент примерно 0,79, что, в общем, довольно высок. И с увеличением количества серверов этот коэффициент удается сохранять. То есть вы можете смело для себя определить, что вы всегда сможете увеличить количество серверов в своей системе для того, чтобы выдерживать большую нагрузку. При этом коэффициент увеличения нагрузки будет 0,79. При грамотном хорошем подходе к настройке серверов, к оптимальной настройке со стороны Bittrex и использовании композитного режима. Вот примерно такие показатели. Ну, как видите, на четырех серверах у нас уже 2,4 миллиона уникальных посетителей за эти сутки, за 24 часа, 93 тысячи оформленных заказов и 46 миллионов хитов. То есть в целом цифры на самом деле серьезные. Это говорит о том, что Bittrex спокойно может работать в условиях даже очень высоких нагрузок, довольно легко масштабируясь, масштабируясь с высоким коэффициентом масштабирования. Потому что коэффициент практически, собственно, единичка, почти 1,8, что, в общем, является очень хорошим коэффициентом. Так, я смотрю вопрос, где найти эти сертификаты. Эти сертификаты есть на нашем сайте. Я могу даже прям быстренько показать продукты, управление сайтом, сертификаты. Или можно раздел «Производительность» открыть, они там же тоже будут. Кажется, что в сертификатах были они тоже. Сейчас посмотрим. Сейчас загрузится у меня. Так, это про вообще возможности роста. То есть мы можем сильно расти. Это про вообще пластер. На самом деле надо поговорить еще с вами про то, как, собственно, это масштабируется, то есть как использовать масштабирование, как это вообще все работает, то есть как взять и подключить себе второй сервер, в конце концов. Это не так уж просто кажется с одной стороны. Нет, здесь нету. Значит, все-таки в разделе «Производительность» вам можно заглянуть. Вот она, цели тестирования. И вот сами сертификаты, они здесь выложены с показателями, с описанной методикой тестирования, да, то есть как это все происходило, с комментариями от наших, собственно говоря, коллег, которые участвовали в тестировании и помогали нам с этой работой. Так, 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 вернемся к масштабированию, да. У нас есть такой инструмент, он называется управление масштабированием. Вот вживую его довольно трудно показать, да и на самом деле выглядит это там не очень эффектно, то есть очень сложно увидеть пользу от масштабирования в рамках вот локальных систем, да, то есть я могу, конечно, запустить вторую виртуальную машину на моем же компьютере и подключить ее к битриксу, но по сути это не даст никаких плюсов, да, то есть все равно компьютер один, он все равно будет выполнять те же, ту же производительность, что и может, больше из него не выжать. Но есть у нас панель управления масштабированием, в рамках которой вот в таком вот визуальном формате можно подключать новые серверы и, собственно говоря, их настраивать, какие роли они выполняют. По умолчанию сервер, в общем-то, выполняет основную роль, собственно, самого балансировщика, там есть веб-сервер, есть сервер кэша, поисковый может быть и сервер базы данных. Вы можете подключать дополнительные серверы, но для того, чтобы вот это вот визуальное масштабирование работало, безусловно, надо использовать нашу виртуальную машину, в которой заложены специальные скрипты, да, и специальные API, так сказать, для вот этого управления масштабированием. Вообще, когда эта штука только появилась, я ее прямо так и называл, может, управление кластером для домохозяек, потому что подключить новый сервер, в общем-то, занимало буквально 30 секунд. Если на этом сервере стоит наша виртуальная машина, достаточно указать просто его IP-адрес и ввести логин по роли администратора этого сервера. После чего, в общем, Bittrex поднимал новый сервер, можно было ему включать соответствующие роли. Ну, в общем, это сейчас так и происходит. Вы можете также подключить, взять второй сервер, запустить на нем виртуальную машину, ну и, собственно, подключить к своему Bittrex второй сервер для какой-то роли. Чаще всего самая такая оптимальная роль двухсерверной конфигурации – это на одном сервере балансировщик с веб-сервером, а на втором сервере база данных. Это дает максимальную эффективность в двухсерверной конфигурации. Это один из самых частых способов масштабирования систем. Напомню, что в редакции «Бизнес» такая опция доступна. То есть в редакции «Бизнес» вы можете использовать до двух серверов для своего сайта. Если у вас растет нагрузка или если вы готовитесь к какому-то сезонному пику или к масштабной рекламной кампании, я рекомендую вам озаботиться вопросом подготовки к такому масштабированию. Это делается не очень сложно, но и на наших виртуальных машинах это можно делать даже без разработчиков. Но в случае, если вы не готовы использовать виртуальную машину по тем или иным причинам, то все равно возможность масштабирования для системы 1S Bittrex редакции «Бизнес» доступна до двух серверов. Вы можете увеличиваться. Если нужно больше серверов, то это доступно только в лицензии Enterprise и там уже идет лицензирование по серверам. То есть сколько нужно, столько и оплачиваете. Там по умолчанию идет 4 включено. Ну и соответственно, чем больше, тем лучше, тем быстрее, тем надежнее и так далее. В целом по масштабированию все, прошу прощения, довольно просто. Ну вот если использовать наши инструменты, скажем так, вместе с виртуальной машиной. Ну и, собственно говоря, подходя к виртуальной машине, нам нужно... Я пару слов и о ней тоже скажу. Как раз в завершении, скажем так, своей части вебинара немножко про виртуальную машину. Что вообще такое виртуальная машина? Давайте я пока раскрою слайдик. Виртуальная машина – это готовый образ компьютера. Что такое образ компьютера? Это вот представьте себе, что вы взяли компьютер и запаковывали его в архив. Да, этот архив вы можете взять и развернуть на, собственно говоря, поддерживающий эту опцию, эту технологию системы. В частности, для примера, как это выглядит у меня? У меня вот есть такая штука – VirtualBox. Это совершенно бесплатный менеджер виртуальных машин, в котором у меня есть ряд виртуальных машин. У меня, видите, у меня Mac, но у меня даже Windows есть. Он виртуально может быть запускаться. В частности, вот сейчас у меня запущенная виртуальная машина. Это вот машина текущего вебинара. Вот это вот, собственно говоря, дисплей того самого виртуального компьютера, и я могу с ним взаимодействовать. То есть по умолчанию машинка у меня выдает сейчас IP-адрес, по которому доступен сайт, этот сервер. И я, собственно, с ним и общаюсь по этому IP-адресу. Внутри машины есть некий интерфейс, написанный нами, который позволяет управлять этой машиной и ее настройками. Но это уже история такая для, скорее, продвинутых администраторов или разработчиков, которые понимают, что такое веб-сервер на Linux, и как с ним общаться и что с ним делать. Простому пользователю, в общем, часть настроек можно выполнить через этот интерфейс. По-хорошему там настраивается, пожалуй, только почта. Все остальное в системе уже преднастроено. Где машину взять и как с ней работать? Ну, это вообще простой очень вопрос. В разделе продукты у нас есть виртуальная машина, целый раздел, и здесь очень много информации о том, что это такое. Собственно, сами дистрибутивы виртуальных машин скачиваются вот здесь. Они есть для трех сред виртуализации. Это VMware, это VirtualBox, это Hyper-V, микрософтовская. Соответственно, вы можете выбрать любой из них, который вам удобен. Я использую VirtualBox, потому что это совершенно бесплатная open-source, так сказать, технология, которая не требует такой бонетской платы. Все остальные технологии уже платные, да, и VMware, и, собственно говоря, Hyper-V, они требуют, ну, они уже стоят денег, как сами проигрыватели виртуальных машин, да, среда виртуализации. Также вместе с виртуальной машиной мы предлагаем и готовое веб-окружение для Linux. То есть если вы не готовы использовать нашу виртуальную машину или вообще, в принципе, не хотите связываться с системой виртуализации, но у вас есть выделенный сервер, который вы взяли на хостинге, да, и там, собственно говоря, что там, там уже стоит какой-то Linux, вы можете взять готовое веб-окружение. По сути, это тоже готовый и настроенный веб-сервер с базой данных, который имеет уже готовые оптимальные настройки под Bittrex. Его тоже можно скачать, он устанавливается на Linux без каких-либо проблем. Ну, и если вы вдруг работаете, например, с Амазоном, у вас сайт размещен в EWC Амазоне, то вы можете в разных регионах найти наши виртуальные машины, которые там уже размещены. Здесь есть список и идентификаторы виртуальных машинок, образов. Вы их там можете забрать, ну, в смысле взять и, собственно, поднять и запуститься в Амазоне. Здесь есть также описание процесса этого запуска в Амазоне этих машин. В общем, виртуальная машина – это инструмент, который готовый и оптимально настроенный для запуска на нем Bittrex, грубо говоря, все настройки уже сделаны по умолчанию. Большинство настроек, которые необходимы, сделаны по умолчанию. Там остается вот из того, что нужно сделать индивидуально – это настроить почтовый сервер, это настроить, как работать с кэшем. Да, но это тоже по инструкциям делается, в общем-то, очень быстро и спокойно. Также виртуальную машину можно взять в аренду. То есть, грубо говоря, не заниматься самому установкой, да, или не использовать, например, Амазон, да, можно у наших хостинг-провайдеров, есть соответствующий раздел с нашими хостерами, которые предоставляют виртуальные машины. Вот здесь вот есть такая закладочка, и вот эти хостеры, которые предоставляют виртуальные машины. Вы можете просто взять у них, у них как раз та же самая наша виртуальная машина, взять ее у того хостера, который вам так или иначе привинулся, она там будет уже развернута, вы на ней установите Bittrex или перенесете свой проект и начнете работать уже с готовой виртуальной машиной. Ну, вот, в общем-то, наверное, на сегодня и все. Напомню, что Bittrex у нас поставляется в семи редакциях. Стоимость редакции включен год обновлений и, соответственно, приоритетной техподдержки. Напомню, что в редакции бизнес доступны максимально все инструменты по скорости, по интернет-магазину, само собой, по масштабированию до двух серверов, ну и, соответственно, редакция Enterprise, которая предназначена для крупных, высоконагруженных, очень ответственных проектов. Там количество серверов не ограничено, ну, в смысле, их можно расширять и докупать до бесконечности. По умолчанию по лицензии включено уже четыре. Это что касается стоимости. На самом деле на сегодня это все. Я, наверное, готов ответить на вопросы, если они у вас появились, и потихоньку готовить к передаче слова коллеге Юрию. Он, правда, мне сейчас пишет, что у него какие-то технические проблемы, и он переходит на другой компьютер. Ну что ж, я думаю, что две минутки мы спокойно подождем, пока происходит переподключение. Задайте мне какой-нибудь вопрос. Давайте с вами обсудим какую-нибудь из этих возможностей, которые я сегодня вам показывал. Я думаю, что это будет любопытно. Сейчас я посмотрю, были ли какие-то вопросы. Так, так, так. Ага, тут про ответ сервера Евгений спрашивал. Ну да, Евгений, вы примерно правы. О том, как отличается ответ сервера, когда берутся данные из кэша или берутся данные из сервера. Да, вы все правильно поняли. Так, про композит я уже отвечал, про сертификаты я уже ответил. Ну что ж, если вопросы будут, вы мне их задавайте. Я сейчас посмотрю, готов ли у нас Юрий. На самом деле, вот с точки зрения производительности, инструментов действительно очень много. И мы делали, когда выпустили инструмент скорости сайта, да, и вот показывали его на презентации. К этой презентации мы готовили некоторую аналитику, да, поскольку этот инструмент облачный, то есть у него есть некоторая облачная часть, которая размещена в нашем дата-центре, вернее, даже в наших дата-центрах. Она, именно эта облачная часть, собирает хиты из браузера каждого пользователя, да, и данные по скорости загрузки. Она их там высчитывает, вычисляет средние и отдает вам в административную часть. Вот, мы, естественно, как очень любопытно, и, в общем, это правильно, да, хотели узнать, а как вообще работают сайты на битриксе, да, то есть мы тем, кто установил себе этот модуль, мы уже знаем, как работают сайты, с какой скоростью они, в принципе, открываются. И, в общем, были приятно удивлены, потому что скорость открытия 70% сайтов была в параметре «быстро» и «очень быстро», да, то есть это меньше секунды. В общем, что неплохо, то есть 70% сайтов уже к тому времени работало на хорошей скорости. Сейчас эти показатели еще лучше, потому что появился композит, появился автокомпозит, который позволяет вот эту скорость, в общем-то, поднять до очень хороших показателей. Если вы до сих пор композит по каким-то причинам не используете, то рекомендую прямо вот сейчас этим заняться и подключить себе хотя бы автокомпозит, посмотреть, убедиться, что скорость действительно взросла и что все работает прекрасно. Так, а я вот вижу, Юрий подключился, сейчас мы его спросим. Юра, скажи, пожалуйста, наладились ли проблемы со связью? Я сейчас микрофончик включу. Ага, да, я вижу, что звук есть, да, и по громкости вроде ничего. Сейчас я переключу... Переключать экран? Сейчас, секунду еще. У тебя там на фоне посторонней шумы. Так, у меня тут вопрос, как совместимые автокомпозиты и автокэширование. Ну, на самом деле, автокэширование – это несколько другая технология, да, и она создана для того, чтобы кэшировать кусочки компонентов. На самом деле композита, скажем так, достаточно. То есть я бы не стал забирать... Я бы не стал отключать автокэширование, если вы используете композит, и в целом ничего страшного здесь нет. Поэтому они совместимы, то есть друг другу мешать они не будут ни в коем случае, но если вы не настраивали автокэширование и решили включить композит, то композит будет работать спокойно. Независимо от того, есть автокэш или нет. Так, я смотрю вопрос. Пу-пу-пум, дает... А, тут некий компонент, да, pull request дает очень большую нагрузку на сайт. За что отвечает эта страница? Ну, тут вопрос, это что за сайт такой? Это, скорее всего, идет модуль пулинга. Он используется для различных уведомлений веб-мессенджера и еще какого-то инструментария. Я сейчас детали, наверное, вам не расскажу, потому что мне надо тоже в инструкцию, в документацию заглянуть. Вы можете обратиться в техподдержку, Игорь, уточнить, но, скорее всего, вы можете просто отключить, если он не используется у вас на сайте, вы можете отключить модуль push-пулинга и, соответственно, нагрузка этого падет. Но надо убедиться, что он не используется на сайте. В целом он может использоваться для мгновенных уведомлений и передачи данных в режиме реального времени. Поэтому тут надо детали посмотреть. А поддержка вам запросто ответит, конкретно что это такое. Так, хорошо. Ну, давайте еще какой-нибудь вопрос. Пока у нас Юра готовится. Бывают компьютеры подводят в некоторых случаях в самый ответственный момент. Но это ничего страшного, если есть возможность переключиться на другой. Сейчас мы еще раз Юру спросим. Юра, как дела? Да, вот, сопустилась. Отлично. Все, тогда я переключаю экранчик и можно продолжать. Так. Да, все работает, все видно. Тебе слово, я свой микрофончик пока выключу. Здравствуйте, коллеги. Извиняюсь за задержку, за проблемы и шумы на заднем фоне. Так, меня слышно, все хорошо, видят все, да? Ну, я слышу хорошо. Думаю, что у всех примерно та же история. Я надеюсь, что нам сейчас дадут обратную связь. Так, ну ладно, я тогда пока начну. Меня зовут Юрий Лишенко, я руководитель отдела студии Клондайк. В общем, сегодня поговорим о типографике, о том, как оформляется контент на сайте, как это ускорит дело и упростит себя жизнь. Ну вот, вообще, возможно, кто-то из вас не слышал об этом термине типографика, но это как бы важный вопрос, так как сайт принимает отличательный вид как раз после наполнения его контентом. Так. Собственно, в ходе доклада я расскажу вам, как мы подходим к вопросу этому наполнению контента, что такое типографика, как ее использовать, разрабатывать и так далее. Собственно, забегая вперед, самое главное преимущество типографики – это автоматизация оформления контента. Таким образом, мы повышаем продающие свойства сайта, ну и, соответственно, прибыль. Потому что оформление контента, собственно, непосредственно влияет на конверсию, о чем мы позже перейдем. Собственно, наполнение контента сайта – это важный этап разработки. Он является как в разработке на заказ предпоследним этапом, так и в разработке на готовом решении. И он влияет на конечный результат того, как ваш сайт будет работать. Соответственно, контент – это важная часть, она выделяет ваш сайт. Собственно, посмотрим на… разберем на том, как работает у нас конверсия. Если рассматривать стандартную цепочку, она начинается с привлечения посетителей на сайт и заканчивается их конверсией в покупателей. И важным этапом в этой цепочке будет как раз оформление вашей страницы. Если это, например, интернет-магазин, то тут чисто контентное оформление может играть более меньшую роль. Если это особенно сайт-визитка, то это будет очень важно, то, как вы разместили свой контент, как выделили преимущество своего продукта. Собственно, вот пример, если обычная у нас страница идет. Если у нас обычная страница идет, на нее мы посылаем бюджет рекламный, у нее конверсия будет небольшая, 3%, как вот в примере. И стоимость будет высокая. Если же мы эту страницу превращаем в продающую, оформляем ее правильно, конверсия повышается, и мы получаем прибыль. При этом оформить нам нужно один раз, а прибыль нам будет постоянная. Собственно, и подхожу к основной мысли, что нужно каждую страницу сайта оформлять как продающую. Но так как продающая страница стоит дорого, создание ее с нуля, можно это автоматизировать и ускорить с помощью типографики. Обычно говорят о типографике, как о визуальной составляющей сайта, о том, как тот или иной шрифт выглядит. В нашем докладе я говорю о том, что типографики – это набор классов и тегов, с помощью которых оформляется сайт, страница сайта. Вот как раз пример. Слева у нас картинка обычной оформления, справа у нас оформлена она типографика с помощью классов, созданных заранее. У нас получается более выгодное оформление продукта. Вот как раз такое оформление и повышает конверсию сайта. Вот примеры страниц. Реальных в интернете, которые не очень хорошо оформлены, тут просто текст, и не очень понятно вообще, о чем эти страницы. Вот у нас пример гасетный и журнальный тип подачи информации. Соответственно, вот в этих насилиях это реальная страница, так она выглядит сейчас, так она должна выглядеть справа, если мы ее оформим типографикой. Соответственно, типографика превращает, собственно, ее стуть в том, что она превращает обычную страницу в продающую, без участия паркобиста-дизайнера. Это делается просто контент-менеджером. Соответственно, как это делается? Просто 2. Разработка. Начнем с первого слова. Изначально у нас есть разработанный на шаблоне сайт, который у нас адаптивный, красивый, но когда мы его начинаем наполнять контентом, он начинает разваливаться. Это может и при разработке с нуля происходить, так и при использовании шаблонных решений. То есть как это происходит? Вот мы, обычный контент-менеджер берет и размечает текст обычными тегами. При этом во время разработки не было проверено, как они отображаются, и в результате у нас получаются вот такие вот различные проблемы. Часто они встречаются на сайтах. У нас списки выходят за границу, там отступы разные, размеры шрифтов. Это все стандартные отображения стандартных тегов. Как раз. Соответственно, проверить это все можно очень просто, заранее разместив в обычном контенте наши стандартные теги, посмотреть, как все это выводится. Если посмотреть заранее, обнаружить проблемы, решить их с помощью типографики, можно либо изменить отображение стандартных тегов, либо сделать какие-то классы к ним. И, соответственно, в будущем весь ваш сайт будет выглядеть хорошо. Помимо, соответственно, оформления текста, нужно еще помнить о адаптивности сайта, о том, как он выглядит на различных устройствах. Это тоже относится не только к шаблонам, но и непосредственно к контенту. Когда контент-менеджер может разместить какую-нибудь картинку, и в результате у нас весь дизайн, все повалится, если не использовать адаптивное отображение. Соответственно, в этом нам помогает CSS-приворки. Как правило, Bootstrap используется. Он наиболее прост в установке, в использовании. То есть вот, как бы, пример слева, как страница с помощью Bootstrap оформляется на десктопах, на мобильных платформах. И справа пример, какие ошибки встречаются при оформлении, из-за того, что при разработке контента, типографики, не учитывали то, что она должна отображаться мобильно. Собственно, вот есть хороший пример необходимости использования CSS-приворка на примере обычной кнопки. Вот у нас самые первые варианты использования кнопки. Мы ее просто размещаем картинкой. Это доставляет много проблем. Картинка неадаптивна, там нельзя поменять текст, она не отображает различные состояния кнопки. Вот есть второй итерации, когда делаем их спрайтами, но тоже бывают проблемы из-за адаптивности, из-за состояния. Соответственно, наиболее простой и правильный вариант будет как раз использовать готовые CSS-приворки, просто вставить необходимую библиотеку в CSS и контент-менеджер просто обычным тегом парой классов делает кнопку на странице без каких-то проблем. Она будет адаптивной, кровосборазерной, в ней можно поменять необходимое описание. Переходим к следующему вопросу. Автоматизация работы типографики. Вот тут мы рассмотрим, как это, собственно, автоматизируется, как сделать, чтобы на нашем сайте администраторы, контент-менеджеры размещали текст без участия программистов и разработчиков. Это, в первую очередь, как я говорил раньше, важно для корпоративных сайтов. Для интернет-магазинов это тоже важно, но не так. Там больше работа идет с карточкой товара. Вот, собственно, у нас пример реальной выдачи. Это сайт такой плохо оформленный, с минимальным использованием типографики. И вот как он должен выглядеть в реальной, в идеале. Это как раз при использовании типографики мы там создаем блоки для преимуществ, для этапов создания, для врача. Их можно использовать на всех страницах сайта, оформляя необходимые услуги, начиная от кариса до брекетов установки. Естественно, начинаем мы с того, что структурируем все отображения тегов, классов, типографику на отдельной странице. Вот, как тут показано. Списки, текстовые блоки и так далее. Мы это собираем, и это заключает жизнь как разработчику, так и контент-менеджеру, администратору для использования. Вот пример готового блока типографики. Это какой-то нарисованный дизайнером, там, внедренный разработчиком в блок, с цитатой в данном случае, и контент-менеджеру, ну, администратору сайта. Нужно просто скопировать необходимый код, поменять текст и все. Не нужно думать о том, как это будет отображаться на разных устройствах. Не нужно, вот, как это вообще хорошо сделать, нарисовать. Об этом позаботился ранний дизайнер. Естественно, такими блоками мы можем разметить контент. Вот тут есть примеры различных блоков, которые могут использоваться на разных страницах, там, с преимуществами. Если нужно описать какие-то преимущества, мы можем использовать готовый блок из типографики и в результате получить красиво оформленную, выгодную, выгодную страницу, так сказать, продающую. Еще один более немного продвинутый, сложный подход, это модуль текстов вставок, это вот мы в своей работе используем. Позволяет вставить отверстие в блок в любое место сайта готовый. Это особенно полезно там для телефонов или для каких-то блоков с повторяющейся информацией. Вы просто задаете верстку, потом, вот как показано справа, в коде прямо вставляете необходимый вызов. Соответственно, это на странице наконечной, это будет ображаться непосредственно версткой. Если вам нужно поменять телефон на всем сайте, вы просто меняете его в модуле и везде, где он встречается в контенте, он заменится, где он вызван именно модулем текстовых вставках. Ну, собственно, у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Юр, спасибо. Сейчас посмотрим. Вопросов что-то пока не видно. Совсем нету твоих контактов. Куда обращаться? На сайте Клондайка есть я, на сайте Клондайка, кафа Мэнди. Вот у нас, где-то тут, где-то тут была. В разделе контакты. Где-то там была у нас на сайте Клондайкстудия.ру Можно меня найти на баннере, можно найти нашу команду. Страница. Вот, собственно, я, Юрий Лешенко. Тут с контактами не густо, в основном почта. Да, почта уже достаточно. Я к тому, что... Ух, почту еще запомнить надо. Целый телефон. Кошмар. Так вот, я предлагаю нашим слушателям себе записать почту или запомнить хотя бы клондайкстудия.ру. Естественно, презентацию мы у Юры заберем и выложим на сайте, чтобы к ней можно было вернуться и посмотреть примеры оформления и вообще подумать о том, что из этого применимо для вашего сайта. Но то, что на это нужно обращать внимание, это улучшает и восприятие контекста вообще контента и, собственно, конверсию, безусловно. Это правда. То есть сайт должен быть опрятным, и вот это, собственно говоря, способ сделать его действительно опрятным, красивым, удобным в использовании. Я смотрю, вопросов нету, но я думаю, что вопросы зададут по почте. Ты совсем не рассказал, что вы услуги по оформлению, наверное, предлагаете, да? То есть можете по заказу сделать. Если наши слушатели сами вдруг не могут или не хотят с этим возиться, то можно обратиться, собственно, к Юре, чтобы он помог с этим разобраться. На этом я предлагаю наш вебинар завершать. Спасибо большое всем слушателям за то, что сегодня к нам присоединились. Надеюсь, вебинар был полезен. Напомню, что запись мы традиционно выложим на канале в YouTube и на нашем сайте, а также разошлем всем зарегистрированным на вебинар ссылочки на материалы. Соответственно, сможешь с ними ознакомиться в любое удобное время для того, чтобы вспомнить, о чем же мы сегодня рассказывали. Поэтому хорошего вам дня, всего доброго. Юра, спасибо. До новых встреч. Счастливо. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова